Два раздельных крыла для взрослых и детей, процедурные прививочные кабинеты, светлое и просторное помещение. Новый корпус амбулатории городской больницы номер 10 распахнул двери перед жителями поселка Рубежный. Модульное здание медучреждения построено с учетом всех современных санитарных норм. Три входа, включая отдельные фильтр-боксы для пациентов с температурой. Сейчас жители, не выезжая за пределы поселка, могут получить консультацию терапевта и педиатра. В скором времени количество врачей увеличится. В этом здании разделены кабинеты процедурные прививочные, отдельно, как я уже говорил, для детей и для взрослых, фильтр-боксы, а также кабинеты для приема специалистов, что позволяет организовать нам здесь забор анализов, а также выезды сюда узких специалистов. Ну и с определенной периодичностью проведение флюорографического обследования населения на передвижных мобильных комплексах. Новый корпус амбулатории давно требуется быстро развивающимся поселку Рубежный. Количество жителей, стоящих на учете в медучреждении, превысило 3000 человек, из них 800 детей. Бывшего отделения поликлиники, которое располагалось на первом этаже вот этого здания, не хватало. Ну человек 25-26. До этого было и 50 у нас бывает, и 40 бывает. Декабрь, ноябрь, октябрь сложные были. Конечно, в том помещении это тесновато. Здесь, ну, слов нету, очень хорошо, удобно. Жители поселка уже успели оценить новое здание. В отделении амбулатории Юлия с детьми на приеме уже второй раз. Говорит, что стало намного удобнее получать все необходимые медуслуги, как для себя, так и для детей. Да, вы зашли, в первое впечатление было, вау, как хорошо. Да. Нравится то, что сейчас здесь для маленьких, а там у нас для взрослых. И, то есть, нет, взрослые с детьми не соприкасаются, вот что еще хорошо. Новое амбулаторное отделение 10-й городской поликлиники возвели на средства нацпроекта здравоохранения. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.